Живые Поехали! Кухня разлитой по чашкам портвейн Колы не хватит, наверное, на всех Значит, кто-то сегодня опять добьется Каждый, кто будет сегодня здесь петь Считал себя мертвым уже вчера Но он допоет, выпьет И засмеется Мама, я не хочу в рай Воспит слишком слепит глаза Я хочу видеть Я все хочу видеть Если прозревать, то в огне Если любить, то в тишине Чтобы никто не услышал Кухня Смех и соседям привет Могут повеситься прямо как в той песне Про новые колонки Каждый из смеющихся здесь Спать разучился давным-давно Он рад был уснуть, но Я не хочу в рай Мама, я не хочу в рай Воспит слишком слепит глаза Я хочу видеть Я все хочу видеть Если прозревать, то в огне Если любить, то в тишине Чтобы никто не услышал Кухня Кухня и вечный квадрат За столом друзей и врагов Но не сейчас, кто мог, тот дополз И все этому рады Каждый продяга И генерал мечтает дождаться Хотя бы утра Хотя бы утра Не то, чтоб награды Мама, я не хочу в рай Воспит слишком слепит глаза Я хочу видеть Я все хочу видеть Если прозревать, то в огне Если любить, то в тишине Чтобы никто не услышал Мама, я не хочу в рай Воспит слишком слепит глаза Я хочу видеть Ты знаешь Я все хочу видеть Если прозревать, то в огне Если любить, то в тишине Чтобы никто не услышал Если любить, то в тишине Ну, вот, собственно говоря, и случилось То самое знакомство, о котором я говорил Хочу представить коллектив, который сегодня в живых Некратомская группа «Мантра» Или «Ратомская и мантра» Как правильно? Некратомская и мантра Некратомская и мантра Слово «группы» здесь употреблять за слово, простите, не нужно Некратомская, собственно, вокал Привет Всем привет Дальше, ребятки, есть микрофоны Вот эти большие, толстые, которые стоят Если вдруг кто-то захочет что-то сказать Можно к ним, лучше к ним подходить За барабанами Артем Самойлов Вот, да, понятно Евгений Кузнецов Бас-гитара Не слышно ничего, не важно Акустическая гитара Матвей Байдиков Он просто кивнул Ну и ладно Марина Кутнева Аккордеон Вокал Здрасте Ну здрасте Ульяна Завадская Скрипка Александра Костюкова Кострюкова Правильно Так, виолончель В общем, никто из них к микрофону подходить не хочет Ну и ладно Попробуй, подними Я понимаю, да Далеко и долго Ну вот, семь человек сегодня здесь в этой студии И поэтому те, кто смотрит трансляцию В этом могут легко убедиться Сейчас сразу о координатах наших Пожалуйста, там 5283 Это короткий номер для смс 5283 Вы можете на смс-портал скидывать все ваши соображения Эмоции, вопросы, впечатления На вопросы я обращаю пристальное внимание прежде всего Не забывайте о группах ВКонтакте Это группа нашего радио И моя официальная группа Семен Чайки Пожалуйста, пишите под анонсом Там все уже совершенно очевидно и откровенно Люди пишут, задают уже вопросы Эти вопросы, естественно, я как-то так уже по ходу дела буду озвучивать И кроме всего прочего Вы можете видеть все, что происходит здесь в этой студии Благодаря камере 360 градусов Это когда вы вошли к себе в компьютере, например, сюда по ссылочке И крутите, вертите, как хотите Так смотрите, наезжайте, отъезжайте со всех сторон Рассматривайте все, что здесь происходит Ужас какой! Каждый из наших зрителей, радиозрителей Вот благодаря этой камере от портала Планета.ру Может находиться прямо на столе в студии Вот зашел человек, сел на стол и вокруг себя озирается Кошмар 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 По-моему, очень удачно и удобно Все видно Многие говорят, что смотреть гораздо интереснее, чем просто слушать, потому что атмосферу тогда поймать можно Спасибо планете.ру за ту камеру, которая у нас здесь стоит уже некоторое время Итак, первая песня как называлась? Кухня Замечательно Ну, прям по делу Кухня так и кухня Давайте сначала пойдем Это важно, потому что аудитория нашего плохо, видимо, в большинстве своем знает группу Надо как-то так сразу обозначить эпохальные вехи Сколько времени существует коллектив? Ну, будем говорить так Пела я всегда А мантра С мантры я вышла впервые на сцену в мае 2009 года Девятый год Ну, то есть четыре года с лишним С хвостиком Четыре с половиной Четыре с половиной года существует коллектив Вот тут набор музыкальных инструментов, да? Аккордеон, виолончель, скрипка, электроакустика Ну, акустическая, будем говорить так Гитара, бас, барабаны Это всегда было так Нет, у нас было два состава У нас есть У нас их, в принципе, два Один электрический состав Вот там нет аккордеона Зато там есть электрогитара И там есть плейта Вот и также есть смычковая группа А этот состав душевный, кухонный Который мы специально делали Для того, чтобы петь все наши старые песни Для того, чтобы создать вот эту уникальную атмосферу Которую мы сегодня постараемся здесь передать Именно, чтобы каждый наш слушатель Мог поприсутствовать на нашей такой виртуальной кухне И найти себе комфортное место на ней Ну, от себя скажу, что группу мы знаем давно Уже вторично она, эта группа у нас в программе В прошлой жизни был такой эпизод сейчас И мы очень любим то, что они делают Музыка необычная Музыка не совсем привычная Не совсем стандартная Тут люди начали уже и с органовой сравнивать Пытаться Ну, куда же без этого Ну, да, естественно Я полагаю, после второй-третьей вещи Эти сравнения уйдут сами по себе А вот кто-то вдруг неожиданно Классно пишет Янку Дягилеву напоминает На смс-портале 5283 Вот так вот сразу Прям даже как-то и приятно мне стало Что Янку вспомнили в данном контексте 5283 Все ваши вопросы, впечатления, эмоции Ну, и понятное дело На смс-портале и ВКонтакте в группах Все это я читаю Какой прекрасный голос Спасибо нашему Александр Баранов написал Приятно Смотри, как сразу Очень красивый голос Как называется эта песня Валера Лемешев написал Ну, вот люди пишут Спрашивают сразу же по делу Кухня, кухня Кухня, кухня, кухня Мы это уже озвучили Значит, все ушки словили Нежные звуки Пора нежности и радости Живые спасибо За открытие новой группы Александр Иванов Ну, мы стараемся это делать 5 раз в неделю Открывать нашей аудитории Новые горизонты Новые группы Новые коллективы Новую музыку Новые тексты Кто пишет тексты? Я Ну, большинство песен А кто еще? А еще Марина Гутенева Наш композитор Она сегодня тоже будет петь Вот как Ну, я знаю, что у нее Микрофон не зря стоит На самом деле Она это тоже будет А кто музыку пишет? И я, и она в том числе У нас есть У нас есть Три типа творчества Это исключительно Мои песни Исключительно Маринины песни И наши совместные Где я пишу текст И она пишет музыку Угу А вы как-то это делите На концертах? В смысле? Ну, мало ли Ну, я имею ввиду Допустим, концерт Полностью твоей музыки? Нет Мы вдвоем Делаем этот проект Нет И, соответственно Делаем тоже Поем вместе То есть вы здесь главный? Чи-чи-чи Подумай Так Ну, по старшинству Пожалуй Пожалуй, да Анна, не буду лукавить Ну, тем не менее Ребят, которые с вами работают Я смотрю, с каким увлечением Они это делают Все смотрят в ноты То есть все профессиональные музыканты Как я понимаю Да? Все знают нотную грамоту В общем, ни одного случайного человека здесь нет Нет Кроме барабанщика Почему же? Шутка Ну, чаще всего барабанщики оказываются людьми без образования музыкального Или тоже есть? Есть Вот все Есть еще какой Вот все Мы об этом поговорим, конечно же, позже Мне просто дико интересно бывает Какие на самом деле люди проходят тернии для того, чтобы к звездам в конце концов добраться Редкий случай, когда у всех музыкантов есть музыкальное образование Это, правда, редко Так бывает не всегда И, наверное, в коллективе есть, например, смачковый инструмент Один там, допустим, духовой Я точно знаю, что у этих людей есть образование Ну, потому что как-то обычно так А все остальные, там, гитаристы, басисты, барабанщики Там, мы че, мы так В нашем случае нет другого варианта Потому что у нас за все, наверное, годы, которые мы существуем Мы ни разу не повторились с программой Каждую программу мы добавляем обязательно Одну или две новых песни И, соответственно, так через полгода уже набирается новая программа И надо, чтобы музыканты быстро схватывали Учить, объяснять, импровизировать Просто нету времени Поэтому существуют ноты, существуют партии То есть ноты сама пишет? Марина пишет Марина пишет ноты Аранжировки все пишет Марина Гутенева Вот как мы сейчас так скромно попила чайку Прежде чем согласиться с этим Ну, то есть садишься, пишешь полностью аранжировки Ноты, ну, всем-всем-всем музыка Как хорошо у них Слушайте, как У нас очень удобно Это удобный случай Удобно, когда объяснять ничего не нужно Давайте дальше будем петь С удовольствием Что это будет дальше? Песня называется Уеду в деревню Очень хорошо И, кстати, на зиму, на Новый год Группа мантра Давай так Ника Ратомская и мантра Вот так надо все-таки Представлять этот коллектив Как всегда, живой звук В программе живые Поехали 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 Вот кончился день и что-то ушло И, может, сейчас тебе хочется спать Последний патрон, последний стакан И вновь мотылек Все бьется об свет Горит керосин В немытом стекле И греется пёс Но Уеду в деревню К тебе Уеду в деревню К тебе Уеду в деревню Уеду в деревню К тебе Окошко урчит, глядя из-под ресницы Смотрит луна Смотрит луна Пробиваясь в окно И пьяный сосед Царапает стол Какой-то охот Все силясь попасть Но ты позабыл о том, что он здесь Ты там, где тепло Уеду в деревню Уеду в деревню К тебе Уеду в деревню Уеду в деревню Уеду в деревню Уеду в деревню К тебе Когда-то давно Ты носил пиджаки И вроде бы галстук умел завязать Но только сейчас Ты там, где ветра А ветра не умеют смешить И, кажется, ты смеешься до слез И пишешь сказки о них Уеду в деревню к тебе Уеду в деревню к тебе Уеду в деревню к тебе Вы. Живой звук. Живое общение. Живые. Двинемся дальше. Напомню, сегодня здесь, в живых, некротомская мантра, коллектив, который дарит нам с вами нежные звуки, замечательные тексты, и люди реагируют на это дело по-своему. Вот на 5283 смс пришла. Привет, супергруппа. Вокал, музыка, бест. Деревня чуть ли не даст слез пропела. На выходных поеду к бате как раз в деревню. Спасибо. Подпись белый. Классный коллектив. А где можно услышать вживую? Ну, то есть, речь идет о концертах. Где концерты ближайшие? Ближайшие 19-го числа. Ну, то есть, буквально послезавтра в клубе Огонек на Чистых прудах. Но я там буду одна. То есть, как это? Я и моя гитара. А ты еще на гитаре играешь? То есть, вот спрашивали, играешь на чем-нибудь? Короче. Вообще, в принципе, я эти песни играю под гитару, но сегодня я отдала гитару Матвею, чтобы так удобнее. Ну, чтобы как-то попроще было. Не таскаться еще с этим правильно. Неудобно. Что это? Таскаться еще с гитарой. Что за программа такая? Почему одна? Почему коллектив с собой не берешь? Ну, там, во-первых, и сцена маленькая. В любом случае, у каждого из нас есть и учеба, и работа. А у меня столько мероприятий, и у самой. Я не могу таскать каждый раз. Каких мероприятий? Ну, помимо того, что я играю, я еще читаю стихи. Так, вот об этом можно. О стихах? Да, где читаешь стихи? Какие стихи? А точно так же в клубах читаю в этом году. Похвастаться можно? Да это нужно. Нужно? Хорошо. В этом году я стала лауреатом Всероссийской поэтической премии имени Велимира Хлебникова. Премия называется «Послушайте». Служим? Да. То есть, ты свои стихи читаешь? Да. А почитать можешь? Могу. А давай? А давай. Давай. Тогда, наверное, все-таки в вокальный микрофон. Красивенько, чтобы мы сделали с хорошим таким дилейчиком. Давай. Это как называется стихотворение? Герой нашего времени. Поехали. Мир сегодня, как женщина, молча идет к алтарю. Технотронное варево ест нашу печень и вечность. Дорогой человек, да ты болен совсем, я смотрю. И помочь мне тебе в этом горе решительно нечем. Если прежде мы все выбирали какой-то исход, между злом и добром разрываясь, как чуткий любовник, то у нас была правда, мотивы и следующий ход. Посмотри, кем ты стал. Что ты любишь? Жаль, что ты не вставал, а уже навсегда изможден. Что тебя занимает? Чужие походы и страсти? И чужие постели? И судьбы невинных детей? Ты бы мог рассказать этим детям, что есть только счастье. Но ты пишешь о том, что мы все рождены в темноте. Студия аплодирует стоя практически. Слушай, это очень красиво. За это и получила. Вот именно за это. Ну, не конкретно за это. Вообще у меня стихов более полутора тысяч. Даже двух, нет, вру, более двух с половиной тысяч. А книжки? А книжку собираюсь только выпустить. Ну, все же не поместятся? Нет, конечно. Ну, избранные. Избранные? Трехтомник нет. Трехтомник это слишком. Нет, ну. Избранные. Штучек сто. Смотри, какая штука. Я читаю все, что падается на глаза вот в группе. Кирилл Фоминов или Фоминов, уж не знаю, как. Наверное, Фоминов все-таки. Прочитал текст песни «Уеду в деревню». Акын. Произведение устного народного творчества. Что вижу, о том пою. Вот я у Кирилла хочу теперь спросить. Кирилл, дорогой, а почитайте тексты других песен, других авторов. Группа Алиса, например, группа Аквариум. И скажите, пожалуйста, нет ли между ними хоть какой-то связи? Мне кажется, что в любом случае, человек, который поет песни, он поет о том, что видит. Логично. О том, он, собственно, и поет. А как иначе? А как по-другому? Вот я не понимаю, действительно. Как по-другому можно сочинять тексты для песен? Если ты этого не видишь, то тебе и петь-то не о чем. О чем говоришь? Можно, вот следующая песня как раз, да, фантастический герой. Да? То есть ты этого не видишь, но поешь. То есть это уже... Кстати, да, она права. Это анти-акым в таком случае. Ну, давайте споем, как называется песня? Железный человек. Железный человек. Некротомская мантра сегодня в живых. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» С горящим сердцем в модном шлеме Он приземлился в мой приют Но что-то ёкнуло в системе И вмиг заклинило броню Он год ковал своё творенье Он быть хотел, как Тони Старк Но в нашей маленькой деревне Все говорили, он чудак Он мой железный человек А значит, я его не сдам И мы с нему улетим туда Где выпадает тёплый снег Он мой единственный герой А значит, я ему верна Как та волшебная страна Что видит он во сне порой Над ним смеялись даже кошки Он часто слышал у моста Что лучше бы он играл с татошкой Он не переводил металл Все говорили, он не птица И не пригоден к высоте Но вы бы видели их лица Когда он всё-таки взлетел Он мой железный человек А значит, я его не сдам И мы с нему улетим туда Где выпадает тёплый снег Он мой единственный герой А значит, я ему верна Как та волшебная страна Что видит он во сне порой Он спит давно в моей постели А мне твердили все, кто мог Вот дура ты, малышка Эль Весь мир мог быть у твоих ног Да он, мечтатель, возвысил Себя над всем, что ест толпа Но для чего мне те, что мыслят Не выше собственного лба Он мой железный человек А значит, я его не сдам И мы с нему улетим туда Где выпадает тёплый снег Он мой единственный герой А значит, я ему верна Как та волшебная страна Что видит он во сне порой Песенки-то не длинные Не-не-не-не-не, это не упрёк Это я так, для себя, на всякий случай Чтобы можно было ориентироваться по хронометражу дальше Может быть, больше сыграем, чем у нас принято И чего напряглось-то? Под гитарку Хорошо Нам дальше посмотрим 5283, короткий номер для СМС Книга Супер, Зеленоградцы, Солнечногорск С вами, молодцы А мы с ними Я восхищен стихом Это великолепно Скажите, а где можно их почитать? Кстати, хороший вопрос Его задают многие Где можно почитать стихи твои? Есть паблик ВКонтакте Правда, он создан совсем недавно Там часть моих стихов Есть на сайте На нашем man-retra.ru man-retra.ru А в группе ВКонтакте? В группе я тексты, песен в основном выкладываю Я разделяю поэтическое творчество И песенное Потому что, ну Это очень хорошо, что ты это сказала Потому что очень часто бывает Наш народ Вот наша аудитория Когда слушает песни Она ищет смысл Ну, они ищут смысл Считается, что в наших песнях Должна быть глубокая какая-то история За жизнь Совсем не обязательно Я же не говорю, что это так Я же говорю, о чем они сами себе там и придумывали За жизнь Тем более, если про любовь, то нет Это уже все Это уже не музыка Это уже не рок Это уже так себе Потому что это сопли и попса Ну, извини Я сейчас просто транслирую Да, транслирую Что мне постоянно сообщает наша Такая целевая, скажем, аудитория Я пытаюсь заказать обратное Спрашивая у них, например А как же в настоящем пресле быть Который всю свою жизнь Про любовь, да про любовь А в общем король рок-н-ролла Да Ну и тем не менее Ну, мне говорят, что Ну, наша и их Это совершенно разное Наша музыка, она другая Если это музыка про жизнь Тогда да Если про любовь, то сопли Я с этим лично совершенно не согласен Но то, что ты разделяешь песен И творчество, и творчество стихотворное Это большое дело А есть еще стихи, которые можно было бы почитать? На память? Да, конечно Можешь? Могу А давай, потому что это важно Люди зацепились за стихи сейчас очень активно И очень радуются тому, что ты поэт А не просто, как называется, текстовик Стараюсь Как называется вот это стихотворение, которое ты будешь читать? Не понял Сюда скажи Дарт Вейдер Как тебе? Не безызвестный Персонаж После этого героя-то, который был только что Нашего времени Ну да, ну да Давай Поехали В моем детстве все пели хором О какой-то прекрасной фее Что подарит мне чудо принца Тот примчится любить меня Отвечала я часто матом Что сама-то я дочь жокея И уж если решусь влюбиться То скорее в его коня А потом появился он В черной коже и странной маске Он не знал, что такое кофе И все звал за собой во тьму Он хотел уничтожить мир Но случайно поверил в сказку Где жила любовь И где было возможно вновь быть не одному Поначалу вокруг смеялись Потому что никто не верил Что вселенная наша шарик На ладони размером с дом Только мама с отцом шептались Что за имя еще Дарт Вейдер И решили, что иностранец Потому говорит с трудом Он не принц Не герой из саги Не секс-символ с обложки ВОК Его тайны порой страшнее Чем ты в детстве представить мог И он часто не спит ночами Я спасу его, знаешь, бро И мы вместе начнем сначала Потому что в нем есть добро Круто Не, ну круто, круто Чего сказать-то Какие могут быть еще эмоции Когда слушаешь поэтическое творчество Причем творчество Действительно заслуживающее внимания Ну, коллеги-то понимают вообще О чем С кем они дело имеют Просто мне интересно Коллеги кивают Коллеги понимают Это важно Важно, чтобы не было разногласий в коллективе Потому что очень часто бывает Опять же Я сейчас возвращаюсь к музыке Многие музыканты Фронтмены коллективов Говорят Да, я не поэт Я так Пишу себе тексты Стихи я писать не умею Меня всегда это удивляло Правда Когда человек умеет рифмовать И делает это красиво Чуть более, может быть, времени потратить На то, чтобы вложить более глубокие смыслы Вот тебе и возможные стихи А не просто текст Или нет Ну, если мы говорим обо мне О том, как пишу я То я не делаю это специально Захотела, срифмовала, вложила что-то Нет, я просто слышу стихи Я слышу их с детства Мне кажется, я начала их слышать раньше Чем научилась писать То есть я могу идти по улице Или, не знаю, сидеть на работе Спать На работе это где? Где на работе? Ну, периодически я работаю Где? Ну, допустим, я преподаю вокал Так Периодически Периодически я подрабатываю в маркетинговой фирме Вот, занимаюсь Опрашиваю, беру интервью Примерно как Ты сейчас берешь интервью у нас А я... Не-не-не, интервью я не беру Мы беседуем А, хорошо, но мы беседуем со всякими любителями майонеза, кетчупа Вот, рекламы А, так Вот иногда очень интересные вещи можно Про майонез Про майонез, да Майонез живой Не то слово Так Ну, вот и в таких ситуациях Вот человек тебе про майонез рассказывает А ты в этот момент начинаешь Пишешь про Дарквейден Да, в голове Начинаешь Даже я не вижу образы Я их слышу А потом Мне достаточно просто взять бумагу и карандаш И По принципу кружева То есть я Пишу первую фразу И за ней И понеслось Да, и за ней подтягиваются Другие Послушай, тут вопрос Народ не первый раз уже задает Какое музыкальное образование То есть я имею в виду Какой класс Ну, в смысле Кто-то по классу баяна там учился Кто-то Пардон, извини Аккордеон, конечно Марина очень переживает Всегда по этому поводу Я не хотел обидеть твой инструмент Аккордеон, конечно А у тебя что? А у меня Вокальное образование Ну, я и сейчас учусь А где? Учусь Часно Первым Первым моим педагогом Был Юрий Иванович Баздарев Это Был Он Первым тенором Московской Нашей Государственной филармонии 27 лет Он был первым тенором Я была его последней ученицей Так сложилось Вот Но он был очень старенький Он довел меня до Моего первого концерта Потом его, к сожалению Не стало Потом Он преподавал в эстрадно-джазовом училище У нас на Ордынке Вот Я брала педагогов оттуда Вот И сейчас у меня тоже педагог из ГИТИСа А еще я учусь играть на скрипке Вот В прошлом году Ой Я закончила Первый класс Музыкальной школы И меня Ренского По классу скрипки Так ты у нас малышка совсем А я, да Первоклашка А второклашка Второклашка уже Ну клево То есть то, что называется Учиться, учиться, учиться Да Это была моя мечта Меня с детства отговаривали Но потом в итоге Друг мне подарил скрипку Сказал Да И все, деваться некуда Я с удовольствием Преодолела все свои страхи И пошла учиться Ну и молодец И правильно Я думаю, что это одобрит Любой нормальный человек Который хочет развиваться И расти Не стоять на месте Чего дальше петь будем? Разве у нас нет крыльев? Живой звук Как всегда в программе Живые Некротомская И мантра сегодня здесь Поехали Давайте Мы так доверчивы Там, где есть ад или рай Но на границе, которой здесь нет Мы задаемся вопросом, хотя Часто знаем ответ И безнадежно себя убеждаем Что нет случайных падений встреч Есть то, о чем мы и не знаем И то, что нужно сберечь Укрыв собою от сквозняка А пока Скажи мне Разве у нас нет крыльев? И со свободой что-то не так И наше время укрыло нас пылью Там, где мы полюбились Пустого листа Мы так доверчивы В том, что зовем теплотой И тратим попуску на разговор Который может идти бесконечно И не давать ничего Скажи, да разве все это так нужно? Все эти жесты, мечты и слова Есть те, что вечно замужни Те, кого целовать Да но лишь раз, чтоб запомнить наш жизнь Так скажи, скажи мне Разве у нас нет крыльев? И со свободой что-то не так И наше время укрыло нас пылью Там, где мы полюбились С пустого листа Ай, прыгай вниз Прыгай вниз Не бойся Прыгай вниз Это не гордись Это наша жизнь Да бромься Да меня И в небо Толкнись Прыгай вниз Прыгай вниз Не бойся Прыгай вниз Это не гордись Это наша жизнь Это наша жизнь Так же только жизнь Так же только жизнь И жизнь Да и что-то не так И наше время укрыло нас пылью Там, где мы полюбились С пустого листа Живые Живой звук Живое общение Живые Ну что, давайте двинемся дальше Напомню, что сегодня здесь не каратовская, а мантра Коллектив, который вызывает определенную реакцию у нашей аудитории Причем реакция эта исключительно позитивная Ну, по крайней мере, я читаю У солистки голос очень красивый Приятно слушать Дмитрий Грачев пишет Присоединяюсь к вам в ожидании песенки про Гарри Поттера Уже столько народу просят Что такое это? Ну, а объясни, почему ты Гарри Поттера сегодня петь не будешь? Потому что он играется в другом составе Там инструменты другие Все другое То есть в этом составе невозможно? Ну, просто не хватает инструментов Без электрогитары это будет Не то Не тру, как говорят Не тру Все ответили? Ответили Это важно Потому что народ не очень понимает Почему я об этом не прошу А я не прошу, потому что знаю, что спите Потому что, наверное, не у каждой группы еще Сто пятьсот составов, как у нас Ну, Васьте, сто пятьсот два Вот это не надо Ну Вот это не надо Они варьируются, да Мы еще хотим третий состав В будущем Нам еще трубача не хватает Кстати, да А где трубач? Ну, мы планируем Вот в этот состав Например, Железного человека Которого мы пели Вот в этот состав еще трубач Да, обязательно По-моему, будет криво Будет такое СКА Значит, да Выразить не просто стихи А в перерывах Слушаем песни Большое спасибо Павлик У нас Московый А вот слушаю вас Еду урвать кусочек видео Вы большие умнички Всегда ваша Маша Чабина Чабина Маша Это кто-то из знакомых Я так понимаю Это наш друг Едет смотреть видео Молодец 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 Великолепно, ярко Ника, твои стихи Дают второе дыхание Помогают жить Жду, не дождусь Твоих книг или дисков Если надо, готовы помочь Материально Ждем в Питере Роман Это мы всегда Роман Роман Не пропадайте, Роман Были у вас на вечере На одеялах В далеком 2010 О, Боже Спасибо Критский написал Как приятно Был перечный, на самом деле, вечер У нас там были Не только мы У нас там был целый оркестр Еще были актеры Были люди Были дизайнеры Мы сделали На сцене Декорации в стиле Алиса В стране чудес У нас там были Летающие стулья Настоящая гусеница Которая курила на сцене Мы сделали ее Из старой дыммашины Вот А оркестр сидел Под сценой Вот у человека до сих пор В памяти это сидит Ты понимаешь Три года прошло уже Да То, чего он не знает Когда мы должны были Феерично Наш оркестр Должен был появиться Неожиданно посреди действия Из-под сцены Там был специальный люк И мы быстро-быстро По команде Мы все музыканты Мы туда залезли И только потом Мы поняли Что мы никто не знаем Когда нам вылезать Вот Бедная наша актриса Которая ходила В образе Красной Королевы Она потом догадалась Постучать каблуком По этому люку Вот И мы все В опилках появились Но с триумфом Неожиданно С удовольствием Но в опилках Значит Ника Нет Я допустим Вот Ника Исполни пожалуйста Песню Рок-н-ролл Алекс Ну Заказы пошли уже Влюбился в голос Не вокал Именно в голос Нежный Женственный Кто-то пишет Ну что Приятно Я вот пока читаю То что есть Это на 5283 Напоминаю Что можно и на смс портал И собственно в официальный Групп вконтакте Группа нашего И моя официальная группа Пишите Вопросы ваши Я естественно Выискиваю Прежде всего И понятное дело Задаю их коллективу Эмоции тоже Важны Но эмоции На них я обращаю внимание Во вторую очередь Просто потому что Ребята могут потом Сами все прочитать Захотят ответить Ответят Вот Валерий Лемешев пишет Вопрос в группе В официальной группе Много видеозаписей Песен под гитару Можно ли где-нибудь Аккорды узнать К вашим песен Конечно В группе есть аккорды песен Специальная тема Прямо там в группе есть В группе вконтакте И мои и Маринины песни есть Вот человек пишет Что в группе есть много песен А он почему-то не нашел Не знаю где он смотрит Там тем не так много Ну давайте так Валерий В официальной группе Коллектива Есть все Как было сказано А ссылочку на официальную группу Вы можете обнаружить В анонсе Который видите Под которым пишете Там синим выделено Название коллектива Это активная ссылка Кликнули попали Нашли Я надеюсь Петь давай Давай мы представим Второй голос Нашего коллектива Так как я говорила Что у нас есть Вторая певица Естественно Ее зовут Марина Гутенева И она сейчас поет песню Навсегда Это песни ее И текст И музыка И аранжировка Но можно сказать Что это не каратомская мантра Это Марина Гутенева Это уже Марина Гутенева Марина Гутенева И мантра Марина Гутенева И мантра Живой звук В программе Живые Поехали Послушай Как бьется сердце Как быстро летит время Я не успеваю согреться Мое остывает тело Когда ты уходишь Так сложно Дышать не вместе с тобой А жить тишине невозможно Натянутый стану струною Я в твоих глазах вижу мир Который меня пленил Который меня пленил навсегда Как быть если от поцелуя Твоих я разум теряю К небу тебя ревную Оно все секреты знает От слова люблю так больно Когда ты вон мне шепчешь Как будто разряды молнии Ронзают, теряют до речи Я в твоих глазах вижу мир Который меня пленил Который меня пленил навсегда Я в твоих глазах вижу мир Который меня пленил Который меня пленил навсегда Уу-у-у-у-у-у-u-u-u-u У-у-uh-u-u-u-u-u Я в твоих глазах вижу мир, который меня пленил, который меня пленил навсегда. Я в твоих глазах вижу мир, который меня пленил, который меня пленил навсегда. красиво а то-то сказал она конечно здорово супер а вы в дуэте не поете нет так каждый по одной да вы каждый сама по себя почему не пробовали в дуэте а чего кто-то у кого-то бэк-вокалом ну как-то не сходится нас пока им пока не нравится бывают тембры которые сливаются нас просто очень контрастные тембры вот когда студийная обработка когда примочечки всякие стоят когда звукорежиссер знает о какие сложности вот он может это отстроить так что мы хорошо звучим а в живом исполнении более в клубе это беда как правило потом нас очень много у нас это не хочет еще хор в нашем будущем пятом альбоме пока мы записали только два вот мы хотим да обязательно еще детский хор трубачей детский хор детский хор или трубачей и трубачей и детский хор я представьте детский хор трубачей как это должно быть оригинально просто да просто любопытно смотри ступишки кирилл спрашивает ответьте пожалуйста на вопрос по афишам концерты бесплатные или я только на такие афиши попадаю как вы их кормите скорее на такие афиши материальная составляющая важна для любой группы приезжала к ним в калининград мельница народу было не очень а народу было очень мало очень жаль к нам а приезжала к нам в калининград мельница народу было очень мало очень же что все концерт ваши бесплатные что да нет конечно что то вот почему-то кирилл видит только те которые бесплатные как то я даже не помню когда у нас последний раз был бесплатный а нет помню когда помню в прошлом месяце был один 10 но нам все равно платили вот наверное на эту афишу и попал может быть может быть нет ну как правило если они бесплатные то платит само заведение но и есть некая гарантия да в этом смысле но вы же группа не очень дорогая я надеюсь нет конечно чем ты говоришь нет я не хотел обидеть я просто к тому что вас много часто говорят вот организаторы например что когда много народу это дескать не очень выгодно но ты знаешь как как правило на таких мероприятиях мы выступаем урезанным составом то есть я могу петь одна мы можем петь дуэтом трио квартетом квинтетом и так до бесконечности то есть музыкой вы не зарабатываете зарабатываем почему подожди немного да ну скажем так мы живем на еду да нет секундочку как часто вы даете концерт каждый месяц один раз два два три четыре два три четыре и этих средств хватает всему коллективу я имею ввиду всем девочкам мальчикам для того чтобы как-то жить но по-разному смотря как жить смотря как существовать ты хочешь сказать значит какая-то работа есть у всех верно ну конечно все преподают я так понимаю все 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 блин все нет кто-то преподает кто-то по телевидением ходит смысле но вот юля у нас например ходит играет в оркестре на телевидении каком оркестре в оркестрах нет ну я понимаю на что у нас на телевидении много оркестров которые играют ну признавайся ну чего ты говори куда ходила говори вон девчонки просто понял вопрос ну мне просто интересно как девочка зарабатывает денежку музыкой еще платит хорошо понятно их не расколоть ну дело ваше конечно дело ваше мы это же ведь ты не просто так спрашиваю мне в общем не интересно ваше финансовое благополучие вечно об этом масса молодых музыкантов которые тоже хотят знать как жить на музыке как на ней зарабатывать очень многие кстати сказать не решаются пойти в эту окунуться в эту стезю именно потому что заработков нет родители говорят лучше какую-нибудь нормальную работу себе всегда так понятно так они же в это верят они же тоже почему-то верят то что этим невозможно зарабатывать а вы так понимаю зарабатываете все ты знаешь когда-то вот что касается меня когда-то вообще я по образованию историк архивист эти бы здоровья да и когда-то у меня была хорошая работа большая зарплата которой я сначала долго привыкала потом долго но я была отдела производителем большой фирме вот и ввела документы оборот по всей россии поэтому хороший архивист скромно сказать заработает нормально хватает на все но потом в какой-то момент я поняла что либо музыка либо либо офис и либо гарантия я выбрала музыку и при этом потеряла ту зарплату да я потеряла я привыкала очень долго сначала к ней потом после нее долго и мучительно но в итоге когда уходят одни возможности всегда появляются другие главное ну как с лотерейным билетом да главное купить главное начать что-то делать а потом главное ввязаться да потом возможности они когда чего-то очень хочешь главное просить когда просишь дают как правило ну в общем логично совершенно давайте петь давайте если ты меня любишь хороший вопрос живой звук в программе живые это утверждение и мантра здесь сегодня поехали И даже время суток Но мне еще не все равно, каким ты будешь Там, где кончится сопливое кино Где мы родные люди Если ты меня любишь такой, как есть Если ты меня любишь, мой человек Дай мне шанс удержать тебя хоть навек Чтоб потом навсегда остаться здесь День, у него свои права, которых мы не знаем Успевая наплевать на то, что будет с нами вновь Убивать в себе любовь, кол забивая в ее грудь Как будто это просто Бог И он все стерпит как-нибудь Если ты меня любишь такой, как есть Если ты меня любишь, мой человек Дай мне шанс удержать тебя хоть навек Чтоб потом навсегда остаться здесь Если любишь, сделай так, чтоб разорвало провода Чтоб изгорела наша сеть, в которой мы увязли Все в нашем городе война И Рим сожгут мне тоже В этом есть моя вина Но все же, если ты меня любишь, сдержи огонь Если ты меня любишь, останови Обними и признай, что моей любви Хватит только улыбку на одного Если ты меня любишь, такой, как есть Если ты меня любишь, мой человек Дай мне шанс удержать тебя хоть навек Чтоб потом навсегда остаться здесь Если ты меня любишь Если ты меня любишь Если ты меня любишь Живые. Живой звук. Живое общение. Живые. Давайте двинемся дальше, полпрограммы уже, собственно, позади, как-то так незаметненько Время летит очень незаметно Время, кашмар, как летит время Напомню, что сегодня здесь некротомская мантра 5283 Это короткий номер для СМС к ваших И не забывайте задавать вопрос коллективу, который вас интересует сейчас Мало ли, вдруг о чем-то есть смысл спросить И группа ВКонтакте, и группа нашего, и моя официальная группа Семенчайки Пожалуйста, милости прошу, под анонсом можете отписываться Прежде всего прочего, видеть все, что происходит в этой студии, можно благодаря камере 360 градусов Это очень удобно Это очень кайфово, как говорят многие Я не успеваю посмотреть Но люди радуются этой возможности Зайти туда можно, например, через сайт нашего Наш.ру, там сверху вы увидите ссылочку Онлайн-трансляция Нажимаете, и все прекрасно видите Ну и ссылки по ходу дела мы с Юлей, с продюсером Программу выкидываем постоянно В официальных группах, для того, чтобы вы могли Не особо париться Вот это, да, очень красиво Представил себя рыцарем Иштандрюха СМС-портал Какая очаровательная девушка, даже просто по голосу, не глядя трансляцию, не посмотреть, компьютер сломан Ну вот, видишь, какие комплименты тебе Девушка уже пятый раз, по-моему, СМС-ку присылает Я уж не знаю на самом деле, ну раз так часто и настойчиво, я все-таки прочитаю Приоткройте завесу тайны Сколько же лет этой шикарной диве Музыка очень зрелая, не односложная И интересная Дива, это я, очевидно Ну, видимо, да Двадцать восемь Все, ответ дан Она не стесняется умницы Я вообще не понимаю женщин, которые стесняются признаваться в своем возрасте Ну, в любом случае, как ни крути Возраст, это, мне кажется, достояние человека А никак не обратная история Ну, у меня никаких Как видишь, нет проблем с ним Дайте ему здоровье Леша Шубин вот спрашивает Первая Леша Шубин Леша Шубин Леша Шубин Знакомы хорошо, да? Мы даже играем в одной группе, я тебе больше скажу Я же говорю Он вопросы задает сейчас тебе Первая поездка в Питер не отбила охоту ездить куда-либо Не знаю, с чем связан вопрос Леша, ну что ты, нет, нет, конечно А почему такой вопрос возник у него? Возможно, потому, что не очень много было людей на концерте Мы, в принципе, много не ожидали Зато был потрясающий зал И был именно тот слушатель, который всегда заряжает Не отнимает энергию, а наоборот, настраивает на позитив Поэтому лично я очень довольна Я, в принципе, люблю места не клубного типа А формата театра Вот как раз театр Буф, в котором нам помогли организовать концерт К слову сказать, совершенно бесплатно, что, в принципе, редкость Вот, для меня это было настоящее удовольствие Когда действительно играешь, и акустика помещения заточена под акустические инструменты Когда все слышно без лишнего усилия Ну, как здесь у нас Да Кстати, за звук можно и нужно поблагодарить Мишу Шкоренкову Это наш звукорежиссер, который работает Иногда, как тут люди пишут, спящая тяга Дискотеки Четвертая премьера У Матурман Муза Вечно требуется муза Примерно таких параметров Не более двух метров ростом Лидеры прошлой недели Третье место Да не вопрос Да не вопрос Второе место Первое место И помните, у нас ваше мнение имеет значение Голосуйте за любимого участника на сайте Наша.ру и по СМС Отправляйте слово «Чарт» и номер участника на 5283 Один СМС-голос равен пяти голосам на сайте Услуга платная Условия на сайте Наша.ру И не забудьте В эту пятницу ровно в семь вечера вас ожидает новый выпуск «Чартовой дюжины» Записывай Запоминай Телефон рекламной службы 995-04-44 Со сценой Здравствуйте, с вами программа музыкальных новостей «За сценой» Я Марина Карпова Сегодня поговорим о DVD группы «Браво» и новогодних подарках «Би-2» За всю историю группы «Браво», которая, между прочим, насчитывает уже три десятка лет У команды не было ни одного профессионально снятого большого концерта Свой юбилейный год музыканты решили это исправить В этот раз мы решили все сделать, как это должно быть Мы записали много треков, звука, будем делать микс этого И получилась очень неплохая картинка и съемка Поэтому мы решили выпустить два DVD Один будет Blu-ray и второй будет просто DVD На котором будет концерт, звук пять к одному сделать правильно То есть как это должно быть, сделать хороший, правильный продукт И, наверное, это будет два с лишним часа музыки И какие-то интервью будут, которых было много за сценой И вот в таком виде мы хотим сделать этот DVD Раз, два, три, вот и я Евгений Ховтан надеется, что DVD будет готов в ближайшие два месяца Работа над материалом идет не быстро, поскольку микс звука делают в Америке Участники группы Би-2 в честь скорого наступления Нового года Решили немного побыть Дедами Морозами Музыканты приготовили для своих поклонников отличные подарки Впрочем, просто так они их не отдадут Слово Шури и Леве Би-2 У нас для вас есть фантастический подарок Настоящая гитара с автографами всех музыкантов группы Би-2 Но чтобы ее получить, вы должны очень круто нас поздравить с Новым годом Так что ждем ваши поздравления, так чтобы мы запомнили ваши поздравления на всю нашу жизнь Удачи! На данный момент музыкантам уже пришло немало поздравлений с Новым годом Ежедневно артисты получают мега-креативные подарки в виде стихов, рисунков, видео, коллажей, вязаных носочков, свитеров и кебан В общем, всего и не перечислить Прием поздравлений продлится до Нового года После чего Лева и Шури Би-2 выберут победителей и вручат им подарки На этом у меня все, с вами была программа музыкальных новостей «За сцены» и я Марина Карфова Счастливо! Со сценой Живые Живой звук Живое общение Живые Давайте двигаемся дальше, полпрограммы уже, собственно, позади, как-то так незаметненько Время летит очень незаметно Время, он, кошмар, как летит время Напомню, что сегодня здесь некротомская мантра 5283, это короткий номер для смс ваших И не забывайте задавать вопрос коллективу, который вас интересует сейчас Мало ли вдруг о чем-то есть смысл спросить И группа ВКонтакте, группа нашего, и моя официальная группа «Семеначаки» Пожалуйста, милости прошу, под анонсом можете отписываться Кроме всего прочего, видеть все, что происходит в этой студии, можно благодаря камере 360 градусов Это очень удобно, это очень кайфово, как говорят многие Я не успеваю посмотреть Но люди радуются этой возможности Зайти туда можно, например, через сайт нашего, наш.ру Там сверху вы увидите ссылочку, онлайн-трансляция, нажимаете и все прекрасно видите Ну и ссылки по ходу дела мы с Юлей, с продюсером программы выкидываем постоянно в официальных группах Для того, чтобы вы могли не особо париться Вот это да, очень красиво Представил себя рыцарем И что, Андрюха, смс-портал Какая очаровательная девушка, даже просто по голосу, не глядя трансляцию, не посмотреть, компьютер сломан Ну вот, видишь, какие комплименты тебе Девушка уже пятый раз, по-моему, смс-ку присылает Я уж не знаю на самом деле, ну раз так часто и настойчиво, я все-таки прочитаю Приоткройте завесу тайны, сколько же лет этой шикарной диве Музыка очень зрелая, не односложная и интересная Дива, это я, очевидно Ну, видимо, да Двадцать восемь Все, ответ дан Она не стесняется умницей, вообще не понимая женщин, которые стесняются признаваться в своем возрасте Но в любом случае, как ни крути, возраст, это, мне кажется, достояние человека А никак не обратная история Но у меня никаких, как видишь, нет проблем Комплексов нет Дайте бы здоровье Леша Шубин вот спрашивает Первая Леша Шубин Леша Шубин Знакомы хорошо, да? Мы даже играем в одной группе, я тебе больше скажу Я же говорю, он вопросы задает сейчас тебе Первая поездка в Питер не отбила охоту ездить куда-либо Юж, ну что ты, нет, нет, конечно А почему такой вопрос возник у него? Возможно, потому что не очень много было людей на концерте Но мы, в принципе, много не ожидали Зато был потрясающий зал и был именно тот слушатель, который всегда заряжает, не отнимает энергию, а наоборот, настраивает на позитив Поэтому лично я очень довольна Я, в принципе, люблю места не клубного типа, а формата театра Вот как раз театр Буф, в котором нам помогли организовать концерт К слову сказать, совершенно бесплатно, что в принципе редкость Вот, для меня это было настоящее удовольствие Когда действительно играешь и акустика помещения заточена под акустические инструменты Когда все слышно без лишнего усилия Ну как здесь у нас Да Кстати, за звук можно и нужно поблагодарить Мишу Шкоренкову Это наш звукорежиссер Которая работает Иногда, как тут люди пишут, спящее тело Нет, он не спящий Он в порозах укладывается на диванчик так аккуратненько и медитирует А на фразу, что будет следующее, тут же, как солдатик оловянный, подскакивает и снова садится к пульту Еще один вопрос от Шубина Когда вас снова ждать в Питере? С какой программой? С составом акустика, электричества, театр? Алеш, сложный вопрос Ну, весной это однозначно Ну, весна три месяца Я думаю, что где-то к марту К марту? Да Ну, то есть к концу зимы все-таки скорее Ну, да К началу весны Лично у меня, например, январь весь расписан до конца Февраль я еще не знаю Мы же, я, кстати, не сказала, что Наша деятельность с Мариной настолько обширна Что мы не только играем в мантры Марина не только мне помогает делать поэтические мероприятия Но мы еще с ней поем в кафедральном соборе на Малой Грузинской Вот, в концертном хоре Который тоже отнимает очень много времени Но там уже не ваш текст Ну, нет, слава богу Нет, кстати, но когда-нибудь у меня есть мечта Поскольку это место светское И там проходят концерты самых разнообразных жанров То, в принципе, когда-нибудь я рассчитываю с симфоническим оркестром Сделать там концерт Но не сейчас Ай, красиво И дальше уже по скриптумам Шубин пишет Вы все жилы из меня вытянули Я же эту программу всю про себя проигрываю Проигрываю сейчас сижу Ну, что сказать Леша, спасибо тебе большое за активное участие сегодня в нашем эфире Давай петь дальше Что это будет? Последняя осень Живой звук в программе «Живые» Никаратомская и «Мантра» Поехали Задыхаясь в лохмотьях протертой души Ты мне смотришь в глаза, и мне хочется петь Может быть, это наша последняя жизнь Но таким, как мы, не дано умереть Там, куда ты меня позовешь Будет все, чему мы научились Последняя осень Там, куда ты меня позовешь Я приду, и ты сбросишь теперь Ты не бросишь там, куда я приду Нет таких, кто кусает от желания жить Пересохшие вены Но когда я приду Ты посмотришь в глаза В ней возьмешь меня за руку Но не узнаешь, наверное Бессердечим гордясь Мы умели любить В воспаленных глазах Различая тоску От которой хотелось Друг друга убить Чтобы видеть, как боль потечет по виску Там, куда ты меня позовешь Будет все, чему мы научились Последнюю осень Там, куда ты меня позовешь Я приду, и ты сбросишь теперь Ты не бросишь там, куда я приду Нет таких, кто кусает от желания жить Пересохшие вены Но когда я приду Ты посмотришь в глаза В ней возьмешь меня за руку Но не узнаешь, наверное Ты стоишь на краю Что-то держишь в руках Может, сердце ветра Она в груди велика С ней ли быть нам в раю Или все-таки вам А что если в ладонях Зажата чекар Там, куда ты меня позовешь Будет все, чему мы научились Последнюю осень Там, куда ты меня позовешь Я приду, и ты сбросишь теперь Ты не бросишь там, куда я приду Нет таких, кто кусает от желания жить Пересохшие вены Но когда я приду Ты посмотришь в глаза В ней возьмешь меня за руку Но не узнаешь, наверное Ну, что тут сказать Красиво Я вот коротенькие песни не успеваю Хочу пофотографировать всех А как-то всякие расслаблю себя на мысль Что нужно бежать назад уже Бежать назад 5283 Это короткий номер для смс И еще я, конечно, что-то связанное с вопросами к вам Кстати, что касается вопросов И, понятное дело, нашей Такой мирной, тихой, спокойной беседы Вот концерт Сам по себе Понятное дело, что для любого творческого человека Любое представление Ну, для артиста, понятно, спектакль Для музыканта это концерт Это, в некотором смысле Отчетность какая Да, вот мы репетировали, репетировали Вот мы сотворили Мы сделали А что, а как иначе? А что, вы не репетируете, что ли? Ну Честно? Так, честно Не сильно мы репетируем А как вы такими сыгранными-то являетесь? Ну Мы же профессиональные музыканты Репетирует тот, кто играть не умеет Ну, ты сейчас вот этот зря А мы Как это? Мы репетируем, но нет, честно, немного Ну, как немного? Ну, два раза, может быть, перед концертом Повезет, если полным составом Бывают случаи, когда музыканты знакомятся на сцене Вот аккурат Ты выходишь на сцену Вот я о себе во втором числе А за спиной Слышишь там Здравствуйте, здравствуйте Я Петр А я Александр А вы сегодня на чем играете? Я на Велончели Я на Кахоне Ой, очень приятно познакомиться Ребят, готовы? Да? Три, два, один, играем И все так как-то Смотри, какая интересная штука Ну, хорошо, ладно Бог с ним Пусть так У вас как-то так удивительно это получается Ну, в некотором смысле Еще раз повторюсь Концерт Это некая отчетность Да? Вы пяете свою программу Сколько, кстати, песен в программе? В среднем 18 18 Вот вы их поете Какая-то реакция есть в зале? Какая чаще всего эта реакция? Честно? Честно Сначала люди сидят долго с очень серьезными Я бы даже сказала Каменными лицами И иногда, когда я смотрю в зал Особенно Ну, во-первых, софиты светят в глаза Поэтому видишь, естественно, только ближайших людей Вот кажется, что Либо все плохо Либо что-то не так Либо что-то происходит явно А впоследствии, когда я уже спускаюсь со сцены Эти люди подходят И многие даже плачут И говорят, что вот музыка, она настолько пробирает Что просто Пока слушаешь, не можешь выражать Ну, какие-то эмоции Вот открыто Оно прорывается Потом, впоследствии Уже при личном общении Ну, я, в общем Собственно, примерно такого Она как нерв Оно держит Она действительно Музыка у вас пробирающая Вопрос в другом Я сейчас уже Музыку Не то, что предвзято А с прицелом На хит Тот хит Который можно взять в ротацию Надо понимать Что есть группы концертные Есть группы студийные Есть группы Радиные Это редкое сочетание Когда коллектив Хорош во всех смыслах Я сейчас не в ваш адрес Я понимаю Какую песню из своих Имею ввиду тех Которые вы поете Вот в этом составе Ты можешь назвать Вот яркой Точно хитовой Вот точно для эфира Годящейся Запоминающейся Которую потом Люди могут спеть Мне кажется Что такое хит Ты понимаешь Объяснять не надо Нет Когда ты услышал песню И тут же ее начал напевать Сразу же Ну Судя по реакции Моих слушателей Так И как мне кажется Так Это кухонная регги Мы будем сегодня Петь эту песню А давай прямо сейчас Попробуем Можем? Раз уж мы о ней заговорили Я почему спрашиваю Можем ли? Попробуем Потому что мы эту тему Подняли сейчас И я бы хотел сразу же Сразу же обратиться К нашей аудитории Согласны ли вы Уважаемые Ну сейчас звучит песня Она не длинная Как я понимаю Как все песни у коллектива По ходу песни Готовы ли вы согласиться с тем Что Ника права Вот это действительно хит Который может звучать На радиостанции В данном случае Мы говорим и о нашем радио И это будет очень хорошо Гармонировать Со всеми теми песнями Которые у нас в ротации есть Ну правда любопытно Мнение аудитории всегда интересно Давай попробуем Давай Кухонная регги Так называется песня Ну как всегда живой звук В программе живые Ника Ратумская И мантра сегодня здесь Поехали Поехали Что не так У нас маленькая техническая Нет ну это нормально Живой Маленькая техническая заминка Ничего страшного Это нормально Сразу понятно что Абсолютно живой звук в программе Никаких пластинчик Все Чистоганом 5283 Короткий номер для смс И еще раз вопрос повторю Согласны ли вы с Никой Что это действительно Радиный хит Поехали 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 И чей-то стол уже накрыт, Рядом лучшие друзья Так в чем же правил игры, в которой я как прежде я, И даже ты, все тот же ты В той кухне, где лишь два угла Где я стою вновь у плиты А пела громко, как могла То наши кухонные регги Которые поют теперь На каждой кухне, в каждом доме покрепче Закрывает дверь, чтоб не услышали соседи Пытаясь спать без снов и мус Субтитры подогнал «Симон» Живой звук, живое общение Живые Ну что, народ соглашается, между прочим Пишут, да, действительно, родильная вещь Да, действительно, реальная хит И много очень таких сообщений Кстати, пришло и в группу официальную И на смс-портал Вот смотри, что на смс-портале 5283 Константин написал Когда будете в Петербурге, позвоните или напишите Я вас на самолете покатаю Ух ты Константин Телефон есть, между прочим? Вот, самое главное, есть? Телефон есть Пусть продублирует личным сообщением Если что, вот он, номер телефона Пожалуйста, запиши Может быть, действительно, покатает на самолете Мой дедушка, кстати, был летчиком Ох, Константин Так у вас, в принципе, тогда есть потрясающая возможность А ты когда-нибудь летал на самолете? Ну, я имею в виду, не так, как пассажир А вот... Нет Ну, я понимаю, что Константин может посадить прямо в кабину Это прекрасно Вот Потом и речь Я согласна Читаю дальше Ника, очень приятно сидеть за рулем и слушать вас Жаль не могу видеть В преддверии Нового года Хочу пожелать долгих творческих лет Взлетов и вдохновения Лариса Анфимова написала Вот Спасибо за проект, живые Даже если не понимаю произведения Некоторых коллективов Приятно послушать, что они говорят О девушке супер О девчушке супер Вон как Согласная песня Родина Послушав, я однажды периодически напеваю Лариса написала Да, очень нравится Слушаю, наши лет уже 10 Но пишу в первый раз Вот я очень люблю такие смс-ки Просто душу вынули Очистили от всего лишнего И вернули назад Душевно, красиво Очень бы хотелось слышать эту группу в эфире Мишка из Екатеринбурга Какая прелесть Реально хит, спасибо Просто без подписи Класс Одно только слово Вот сообщение, которое после всего этого появляется Сейчас можно чуточку даже обсудить эту историю Вот оно Интересно послушать Ребята молодцы Но столько лестия оставляет приторный вкус Приторный привкус Перестает нравиться это Не в обиду Вот у меня тогда вопрос Человек, который не подписался И написал он это дело Откуда? Из Москвы Вот Как, собственно, можно относиться К комплиментарной части Настолько Человек раздражает Что много комплиментов Вам говорят Вот Чего говоришь? Я говорю, нам кажется Что все все время ругаются А вот я читаю Это что есть Ну, на самом деле Я, конечно, могу Поискать какую-нибудь дрянь Но я пока не увидел Не надо В интернете полно Юля, вот Продюсер Она тоже следит за эфиром Следит за эсэмэсками За сообщениями Нет ни одной Да дело не в этом Просто мне кажется Что вы не можете вызывать Какие-то реакции Такие Негативные у людей Или человек должен быть Совершенно без мозгов Ну как? Ну как? Эта музыка может вызывать Какие-то неприятные реакции Знаешь, иногда такое читаешь Про себя Это понятно Я тоже много чего начитал Про себя тоже Это нормально Другое дело Вот скажи мне, пожалуйста Человек, который реагирует на Комплименты Как на лесть И говорит, что много лести В адрес музыкантов И это его раздражает Это вот Не конкретно этого человека возьмем Вообще любого нормального человека Любого другого Это что, можно сказать, о человеке в этом смысле? Недолюблен? Ну, скорее всего Не хватает нежности, ласки, внимания Человек, который везде ищет подвох Во всем Ну как? Как говорил Пелевин Не ищи во всем Символический смысл А то ведь найдешь Вот мне тоже так кажется Что люди, которые так реагируют Это люди слегка недолюбленные Мне кажется Ну, такие слова Которые здесь пишут Вообще Как можно это распознать Залезть Не знаю Это настолько искренне Лезть ее же Всегда невооруженным глазом Я всегда объяснял Я пытался многим объяснить Что такое лезть Вот передо мной сидит Путин Я ему говорю Какое у вас галстук Владимир Владимирович Потрясающе подходит к вашим глазам Коричневый галстук А костюм сидит на вас Как влитой Ой, блестящий Кто ваш партной? Скажите, пожалуйста Вот это лезть Я согласна Люди и я Говорим добрые слова Музыкантам Которые творят Потрясающе интересные Вкусные произведения К лезьте это не имеет Никакого отношения Вот меня всегда Убивало это Когда Ну, маленькому ребенку Говоришь Ты мой маленький Ты мой хороший Как ты замечательно Дерьмо делай Как ты здорово делаешь То, что ты делаешь Не надо обманывать ребенка Он же вырастет И будет верить Потому что он хороший Вот так Я слышал такие вещи Тоже неоднократно Нет, я считаю Честно говоря Жалко этих людей Всем 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 Очень нужно С самого детства Говорить хорошие слова Когда Хорошо получается Когда плохо получается Неважно Это Просто Дает Внутреннюю опору И В итоге Человек Сможет делать Все, что он хочет Хорошо Тогда давай в другую сторону Сейчас сквозанем Очень много было сообщений В свое время Когда мы тоже Только-только начинали программу И потом они появлялись Когда люди писали Семен Неужели вам может нравиться Все Что играют музыканты В программе живые Когда я объясняю Что у нас порядка 80 заявок В день И мы отбираем Самые лучшие В разных жанрах И разных стилях То естественно Это все нравится Не может А иначе зачем делать Мы не приглашаем Тех, кто не нравится В общем я могу слушать От хэви металла До, не знаю До классики Получать одинаковое удовольствие Люди не понимают Что это может быть Люди не верят В чем-то одном Вот В квадратном низдовом Все остальное не существует Другая история Когда человек Например При этом не верит Мне в мою искренность Ну просто потому что Как человеку кажется Такого быть не может Вот ты какую музыку слушаешь Кто из вас Какую музыку слушает Мне просто интересно Я наверное как ты Я слушаю Очень большое количество музыки Тебе нравится И хип-хоп может быть Не знаю И классика И хэви металл Все что угодно Ну данный момент Поскольку я учусь Все-таки Учусь играть на скрипке Конечно я Много классической музыки Слушаю И поскольку опять же Мы поем в хоре Вот То естественно Упор идет сейчас На классическую музыку Вот так абсолютно Я меломан Ну вот Вот и здорово Александр Куличенко пишет Я часто сижу Это у меня в официальной группе Часто сижу Слушаю радио Просто для фона Было много групп Которые меня изначально Заинтересовали И в половине Я не до конца был уверен Нравится или нет А сейчас сижу Слушаю наши И понимаю Что отвлекаюсь от всего Мне очень хочется Слышать то Что они поют Я путаюсь в мыслях Но слышу их музыку Для меня странно Но сегодня именно так Спасибо вам За вашу честность Еще одно лесное сообщение Прочитал Понимаешь Вот еще тебе лесть налил на голову Я уже утонуть должна была Мне кажется Вот с точки зрения человека Который считает это лестью Это лесть абсолютная Теперь вот Какой вопрос Дальше будем петь Когда говоришь музыканту Такое тоже встречалось Мне тоже говорили Не надо говорить им Что они хорошие Не стоит Потому что там лажают Там лажают Там лажают Они же в это поверят И потом будут идти по жизни С высоко поднятой головой Играя всякую фигню А то да А то сами не знают Каждый человек Все равно Он знает прекрасно Где и в чем он сложал Неважно Музыкант Он не музыкант А говорить хорошо надо Ты как бы поругать себя И сам можешь Ты сам знаешь Где твои минусы Вот А когда тебя похвалят Это всегда Дает опять же поддержку Хорошо что ты это сказала Вот правильно что ты это сказала Спасибо что мы эту тему тронули Надо петь дальше Что это будет? Ох боюсь я этого слова Но все таки Порнозвезда А что ты его боишься то господи Ну как в эфире Ну к тебе это отношение не имеет Ну и слава богу Вымышленная Ну и понятное дело Никаратомская мантра сегодня в живых Поехали По колену воде Со стаканом текилы С сигаретой в до блеска На чищенном рте я стою И мне кажется Что это мило Если слава пришла На крайняк в темноте А на сердце сквозняк Пол буханки в кармане С чем-то очень похожим На пепел врага Я привыкла стрелять по тому, кто обманет А в тебя не смогла Подвернулась нога Ты говорил мне Я Порнозвезда И я Никогда не умру Обещал буду жить Не вставая с Кирилл Я вставал, а ты звал Где же ты на Релинах Где я, я в михах и духах Только где же ты сам Наверно вышел курить Я нежна и мила Сапоги вытираю Возошнусь над, как над чашей лжи Но потом почему-то опять умираю Гравитация стала быть Крепче души Я стою на ветру И лукавый мне шепчет Ты бросай свой стакан И иди босиком А как будешь тонуть Знай, по морю не легче А чтоб было легко Надо быть дураком Ты говорил мне Я Форнозвезда Я Никогда не умру Но в коробке трамвая Как в Титанике литвы Я тону напевая О зоре здесь тихий Эндорфин на исходе Я вечен Лишь энтузиазм Не такие, как ты Я такая, как все И ни больше, ни меньше Я мечтаю о том Чтобы счастье пришло Не такое, которое Любит всех женщин А которое будет Любить лишь меня Я стою на ветру И мне кажется, где-то За дорогой из дней Есть огромный пустырь Где такую меня Ждет то вечное лето Или строят уже Для меня монастырь Почему-то Мужской Ты говори мне Я Форнозвезда Я Никогда не умру Видишь, я не умру Не умру Даже если Ты вернешься ко мне Просто в этой вот песне Я ее допою А потом Полюблю еще раз Видишь, я не умру Ни за что не умру Никогда не умру Это хорошо Ну, то есть, хорошо Но Я сейчас Ленина вспомнил С другой стороны В общем, хорошо Я, кстати, родилась в один день Ах, вот почему Мне в детстве говорили, что я в темноте В профиль на него похожа Чем? Бородкой или лысой? Не знаю Ну, по словам этих же людей Моя черепаха была В профиль похожа на Барбару Стрейзен Тоже в темноте Вот здесь у меня в группе Нет, это в группе нашего Алексей Сулин Пишет Семен, пожалуйста, намекните музыкантам Что если они хотят что-то сказать То пусть говорят в микрофон Это очень раздражает Как шепот за спиной Ну, ребятам неудобно Потому как они С велончелями, скрипками, аккордеонами Так вот просто вскакивать И бежать к микрофону не могут Тоже интересная история Я, когда, допустим, музыканты здесь находятся Которым проще двигаться, чем вам По студии передвигаться Это Ника просто у микрофона сидит Я всякий раз говорю Ну, давай к микрофону подойди Ну, подойди к микрофону Пытаюсь заставить людей тоже поговорить И получаю постоянно по башке Люди пишут Вот у него там нимб над головой Ну, ведущего диска Ну, что, вот это он заставляет всех Что-то бежать Пойдешь пойми, что им надо Не-не-не-не Просто вот опять же Насколько у людей разное мироощущение И, условно говоря, насколько разный подход к жизни Когда, допустим, даже иронично Просишь человека что-то сказать Оторваться пятой точкой от стула Подойди к микрофону Снимите с него нимб У меня народ пишет Ну, с меня есть Вот как? А тут человек просит, наоборот Чтобы я намекнул музыкантам Чтобы они подходили к микрофону Вот что он мне делает? Как быть? Как жить? Люди противоречивые Какая тяжелая жизнь Ввиду еще программы живые Не знаешь, как подстроиться В общем, в принципе, и подстраиваться не надо Так А, Семен, давайте каждый день Спросить музыкантов Сыграть лучшую песню для радио Хорошая мысль, кстати Вот видишь, сегодня мы Вот на эту мысль хорошо Сейчас, кстати, как раз будет такая песня Так, уже мы же сыграли для радио Хорошую песню Кстати, вот эта порно-звезда Тоже хорошая Вторая сейчас будет еще От Марины Гутеневой Тоже не менее хорошая Уверен, не спорю Эмоции пробирают до слез Вы супер, пишет Роман Как это мило Еще немножко лестите вы в душу Ну вот как можно относиться К таким словам, как к лесте? Господи, глупость какая Это не лести, даже не комплименты Это факты, подтвержденные большинством Пишет человек Пожалуйста Лично знаком с Тоттел, Алло и Вера Алло и Оли И некоторыми другими Всех их люблю Ну а этот коллектив Прям очень здоровский и душевный Спасибо нашему, в общем, музыкантам В частности Винтик из Москвы написал Ну чего? Скажи спасибо человеку Спасибо За этого просто Винтик А вот неизвестному отправителю Мишка из Екатеринбурга пишет Лести нет Группа играет искренне от души Это красиво Многие современные группы поют В том числе и те песни, которые модно А эти девушки поют музыку для души Для себя И в данном случае это не лесть Оценка их песен Попробуйте сделать лучше Пишет Мишка И отбрил Вот прям отбрил, отбрил Смотри как Жестко прям так Кулаком пост Попробуй сделать лучше Молодец Мишка Дим Бабков пишет Вот что Это в официальной группе нашего Семен Повторюсь Это, видимо, он уже писал вопрос Я его не увидел Как-то раз слышал выступление Продюсера группы На одном из ТВ-каналов Ну как у вот продюсера Его слова В наше время Настоящая живая музыка Осталась в жанре Рок и классика Инструментал Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли настоящая живая музыка Осталась только в роке Или в инструментальной классе? Знаешь, мне кажется Что в принципе Мы сейчас живем В такой момент Когда Так много Всяких стилей Вообще в принципе Много информации Нельзя Переплетение стилей Переплетение Я половину даже не выговорю Поэтому есть Огромное Я не соглашусь Есть огромное количество Музыки Которая хороша В своем жанре И вообще В принципе Когда человек Делает что-то От души Оно не может Не быть настоящим Поэтому Главное Это составляющее Внутреннее Того Кто это делает Здесь не может быть стиля Мне тоже так кажется Я вообще музыку Стараюсь не делить Ни на стиль Ни на жанр Либо хорошая Либо плохая А как можно делить Ну стиль Только по набору инструментов Разве что Ну вот только что Ну вот только что Если у вас в коллективе Бас-гитара И барабаны Значит рок Все Рок-команда Значит вы рок играете И ребята все Завылывались сразу же Но при этом есть Скрипка и виолончили Значит фолк Ну как у нас говорят Раз есть флейта Значит это фолк Раз есть аккордеон Значит или баян Все фолк Да и Свет Сурганова Ну женский вокал же Естественно Сравнить то в общем Немного вариантов С кем сравнить Все Вот и все Не надо делить Друзья мои Сколько раз я уже Об этом просил Если хорошо То хорошо Вот Олег Михайличенко пишет Я ненавидел живые Ух ты боже Это заявление Но Благодаря Никера Томской И группе Мантра Понял что Ваша программа Не зря на нашем Пишет человек Я не знаю что В этом сообщении Сейчас больше Сарказма определенного Или человек искренен Вот иногда Начинаешь сомневаться Когда Такие прям Откровения Знаешь Так ребята Вы шикарны На протяжении эфира Улыбка с лица не сходит Спасибо вам за это А по поводу лести Такой человек Не может музыку Слышать и слушать Просто убивает Ее время А значит Внутри пуст И Тормантик Написал Как это все Приятно Только не плать Главное Только не плать Сейчас Тебе нужно беречь себя Беречь голову Чтобы сейчас На слезу не пробивал Чтобы не захлебываться Не слезами Или лестью Захлебываться Давайте петь дальше Я так понимаю Что сейчас ты Оставишь микрофон Своей Как говорят Товарке Ну как говорят Товарищ и товарка Боевому другу Да Но если мужчина Товарищи То девушки Обычно товарки Так называется Пусть она споет Свой хит Как называется Хит От Марины Крылья Живой звук В программе Живые Здесь Сейчас В данном случае Марина Кутенева И мантра Да Любимая песня Нашего звукорежиссера Посмотрим Почему Я так хотела Увидеть тебя Хрупкость плеч Под моими Ладонями Плачет ночь В открытую дверь Ну а мы Давно Все поняли Свет Исчезнет Скроют твои Глаза Вчерашний День Станет Пылью Ты не знаешь Что мне Сказать Я не знаю Куда Спрятать Крылья И улететь Туда Где никто Никто Не найдет Нас С тобой Я так молилась Вчера На числа Спрятала Подружку Своей руки Пыталась Узнать Твои Тайные Мысли Слушала Незнакомые Звуки Свет Исчезнет Скроют Твои Глаза Вчерашний День Станет Пылью Ты не знаешь Что мне Сказать Я не знаю Куда Спрятать Крылья И улететь Туда Где никто И улететь Туда Где никто И улететь Туда Где никто Никто Не Найдет Нас С тобой Сейчас Извините Но я не спела Третий куплет Будем петь Я забыла Про него Но ничего страшного Там практически все То же самое Знаешь Я думаю Мы можем Написать Там все То же самое Ай браво Ну живой звук В программе живые Совершенно естественно Нормально Я считаю Что даже Было бы скучно Без таких вот Легких Козямочек По моему хорошо Слушай Вот что Наконец-то Наконец-то Нашелся человек Наконец-то Пишет вот что Папса Блин Какого они на нашем То делают Ура Дмитрий Иванов Написал Это первое По крайней мере Первое сообщение Которое я заметил На эту тему А что такое Папса по твоему Давай порассуждаем Это просто интересно Вообще Папса Это в принципе Популярная музыка Нет Поп-музыка Это популярная Попс-музыка Совсем другое Мне кажется Ты знаешь Мне кажется Поскольку я слушаю Исключительно Искреннюю музыку Вот То Попсы там нет Попса Это то что Сфабриковано Сделано Ну и серия Вот да Есть какая-то Концепция Сейчас вот мы там Накидаем рифм Да Сейчас модный Какой-нибудь рифчик Какой-нибудь там Приборчик Что-нибудь Какой-нибудь Типичный Какой-нибудь Голосок Такой С придыханием Что-нибудь Из серии Лайма Вайкули Только вот В плохом варианте Вот и да Ну красиво оденем Все И вот Вот оно будет Ну тут силикон Тут бот Ну да Готовый продукт Скажем так Так То есть ты сразу Отличаешь попсу От поп Скажем музыки Потому что Группа Аэросмит Это поп-музыка На самом деле Потому что Они были популярны Настолько в свое время Что звучали Только что из утюга Не звучали И если говорить о рок О роке То рок Если энциклопедию Открыть Рок это разновидность Поп-музыки У нас народ Только этого понять До сих пор не может Вот я делю музыку На поп и попс В моем понимании Поп это популярная музыка Если переводить с английского Да Поп-мюзик А мюзик Да Там по-французски А попс Это вот то что Неприглядная история Которая у нас Мне кажется В России родилась Когда все одинаковые Все друг на другу похожи Обычно девушки делают Какие-то удивительно Пошлые На мой взгляд Ну им кажущиеся Эротические движения Так она В кадре Да Там рука туда пошла Нога сюда пошла Глазки сделали Так Как научили Сделали так Тут перья Тут ботекс Там силикон Ну вот Испели три фразы Неважно своим голосом Не своим Главное Чтобы мужикам нравилось Вот на мой взгляд Вот это чистейшая попса Абсолютная Что у вас попсового Я например Ничего не обнаружил У тебя же все натуральное Слава Богу Все Макс Мое время Я испугалась Шутка Перестань Я просто пытаюсь Человеку Который это написал Как-то чуть-чуть Маленькое внушение Сделать Леонид Снежков пишет Семен Добрый вечер Ребята привет У меня вопрос в группе Что их заставляет Заниматься музыкой Откуда терпают силы И вдохновение Это очень важно для меня Так как в моей группе Сейчас у одного из участников Начался период Безысходности и апатии Мол для кого мы все это делаем Буду признателен Действительному 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 совету Спасибо Музыка на высоте Это как раз о том и речи Я же говорил когда Что нужно бы Может быть ответить на вопрос Как вы зарабатываете Вот для тех молодых музыкантов Которые нас слушают Вот как бороться с апатией Когда музыканты в коллективе Хотят уже все бросить завязать Я вот шла как раз сегодня Сюда на эфир И мне В голове у меня крутилась Одна фраза Есть такая Американская Ну она и драматург И журналистка Джулия Кэмерон Так вот у нее есть Прекрасная книга Называется Путь художника И там есть Замечательная Ключевая фраза Которую я использую В своей практике Исключительно Она пишет Когда я спрашиваю себя Что дальше делать Я всегда продвигаюсь На шаг вперед Когда я говорю себе Нет Я этого не могу Я отступаю На шаг назад Поэтому В любой абсолютно Ситуации Даже самые безысходные В конце концов Мы живем В такой стране Где Хорошему коллективу Порой достаточно сложно Устроить полноценный концерт На хорошей площадке Где Арт-директоров Не интересует Что и как вы играете Их интересует Только исключительно Сколько людей Вы можете привести Ну собственно Никто не стесняется Так вопрос и задает Так и задается вопрос Люди Которые Как раз Такие герои Нашего времени О которых я читала Своё первое стихотворение Которые У них это Можно сказать Профессиональная деятельность Писать плохое Мы в эфире Я не буду говорить Грубо Писать плохое На любое Как бы Творчество Хорошо это Плохо Не важно И безденежья Опять же Это всё приводит К упадку Люди разбегаются Вокруг тебя Но Нужно просто верить То что ты делаешь Пусть маленькими шажками Пусть Сначала да У тебя есть коллектив Его в любой момент Может не стать Есть у тебя деньги Или возможность Делать концерт Нету В любом случае Продолжай делать Несмотря ни на что Не отказываясь Ни от какой возможности Будь то там Квартирный концерт До мелочей И каждая мелочь Она Я верю в то Что она Отдаётся Не случайно И пусть даже Самый маленький шажок Он может Впоследствии Привести К огромному прыжку Через пропасть Собственной депрессии Это как Армстронг Ну тот космонавт Который Американский побывал Ну как будто бы Может они были Правда на луне Мы будем считать Что побывал на луне Он сказал Что маленький шаг Для человека И огромный скачок Для человечества Ну когда он делал Первый шаг на луну Это вот примерно То что ты сейчас сказала Я просто к тому Что в мае 2009 года Когда я впервые Вышла на сцену У меня не было ничего Никого Кто мог бы мне помочь И микрофон Я видела на сцене Первый раз в жизни И вообще собиралась Улетать в Канаду И заниматься наукой Но мне предложили Этот концерт И Спасибо тебе Что ты не уехала Ну ладно Я не то чтобы напрашиваюсь Налезть Спасибо что не уехала Просто потому что В Канаде хватает уже Тех кто занимается наукой Я выбрала музыку И вот прошло 4 года Я с тобой здесь Правильно сделала Не первый раз кстати Спасибо тебе большое Дорогие мои Слушаю не сначала Но то что услышала Совпадает с моим настроением На все сто В юности я тоже хотел уйти В монастырь И именно в мужской Спасибо вам Пишет Ирина Значит не только у Романа Эмоции И не только Мы тоже очень их всех Любим этих ребят Ну вот Семен Добрый вечер Пишу в первый раз Это смс портал 5283 Спасибо за передачу Спасибо за вкусную музыку Которую показываете Нам открыл Для себя много интересных команд Сегодняшние гости Достойные эфира На нашем радио Пишет Алексей В Туапсе появилась наша Теперь можно слушать Не только через интернет Но и в машине Живые рулят Спасибо Да мы старались Теперь в Туапсе мы звучим Это действительно так Вот человек пишет Со звуком беда Подпись Питер А смс пришла из Иркутской области Так уважаемый Питер Если от вас так зовут Будьте добры Напишите что вы имеете ввиду Потому что если там Проблемы с передатчиком Будем с этим разбираться И скажите мне еще 5283 У кого еще со звуком беда Я не знаю что имел ввиду Товарищ Питер Но то что звук у нас чистейший И абсолютно без каких-либо Помех и огрех Это уж простите меня За нескромность и хамство Я точно знаю что Ни на одной радиостанции В России По крайней мере в Москве Как минимум из 52 Живой звук Такого качества Не делает никто Вот застрелите меня После этих слов Но я знаю это точно Потому что Мы мониторим эфиры Мониторим живые эфиры Я имею ввиду Те живые выступления Которые случаются На других радиостанциях Ничего подобного Михаил Ничего подобного Нигде нет Поэтому когда вы пишете Со звуком беда Мне хотелось бы знать Что вы имеете ввиду Возможно проблемы с передатчиком Будем разбираться В наших филиалах тогда Что там происходит Давай петь дальше Мы сможем еще спеть Две песни и стихотворение Прочитать Люди хотят еще стихов Сможем Да? Тогда давай Какая будет песня? Икар Очень хорошо Живой звук программе Живые Некротомская Мантра Поехали Поехали Говорит, что судьбы Говорит, что судьбы мира Не надо Возможно, что судьбы мира Видишь свет в конце тоннеля Значит, точно не слепой У него есть друг Дедал Это тоже из России Говорят, он был красивым Даже много повидал И теперь они за хвост Ловят в воздухе удачу Матерям одна задача У жены споведь и пост Он бы мог построить дом Взять жену, заняться садом Отчего ему не спится ночью Мы же не в депо Говорит, проснись и пой Крылья есть Ума не надо Видишь свет в конце тоннеля Значит, точно не слепой Люди завидуют птицам Тая ущербности тел Знаю, ты должен разбиться Чтобы другой полетел Знаю, ты будешь мне сниться Где-то в далеких краях Только скажи, как смириться Что это ты, а не я Ты бы мог построить дом Взять жену, заняться садом Отчего тебе не спится ночью Мы же не в депо Говоришь, проснись и пой Крылья есть Ума не надо Видишь свет в конце тоннеля Значит, точно не слепой Времечка, времечка Как улетает Вот я читаю смс-портал 5283 Челябинск Звук отличный Песня заставляет думать Спасибо Ижевск пишет Звук прекрасный Все в порядке И только Петербург В Петербурге и правда Периодически пропадает звук Спасибо за живое Слушаю всегда в машине Девушки молодцы У вас все получается Вот Очень уважаю ваше радио Наше радио Но со звуком не очень Тоже Питер Следующее сообщение из Питера Вся северная часть До Сертолова фонит Гудит перед датчик Снова Питер Звук пропадает Перебой Санкт-Петербург Ленинградская область Попадает звук Пишу из Питера Звук то затихает То исчезает Думал в машине плохо ловит Но приехал на работу Так же плохо Еще одно сообщение В Питере Периодический сигнал пропадает На несколько секунд Друзья мои Ну это значит Получаются Технические проблемы Нашего питерского филиала Будем 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 думать Будем этим заниматься К сожалению Уже сейчас В этом не разобраться Так сходу Слету Еще одна песня Стихотворение А вот боюсь я Что мы можем не успеть Что лучше сейчас Стихотворение Давай я спою А останется время Давай Давай мы так и сделаем Как называется еще одна песня ваша Такая любовь Погнали 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 Некротомская мантра Поехали Погнали Я открываю дверь Я раздаю долги Я не умею быть Какой еще могла Не бойся Этот зверь Хромой на две ноги И для чужой тайги Он в беге слишком слаб Он может бить насквозь Но знает Тает лед А если бить весной Можно уйти под воду Но если бьешь в упор Все зная наперед Значит это стоит того И вот на краях Любовь Где ты не Герда А я не тая Но придет весна И мы с тобой Совсем растаям Не узнав Что было после той метели Которую не захотели Открыть глаза Я выхожу на свет Я знаю кто распят Но у меня с собой Бинта на пол запястья В голове нет места для меня И я порой боюсь Что в этом мало счастья Иногда важней всего понять Что бесполезно плыть Там где не видно края Но если кто-то шел Там где ты мог быть мертв Значит это стоит того И вот такая любовь Где ты не пони А я не клайд Но с тобой Хоть в преисподнюю И в день когда Когда придет огонь Ветра развеют наши души За то, что не хотели слушать О чем легко Я выдыхаю боль Я знаю все пройдет И я смогу идти Наверное по краю нет рая И скорее всего был идиот Который так решил Однажды умирая Мы платим по счетам Когда приходит срок Считают каждого Кто раз хоть был любимым И если выдан счет В самом конце пути Значит это стоит того И вот такая Любовь Где ты не дэнси Моя не сит Но с тобой Мы были вместе И даже если мы умрем Не зная Что же будет дальше Со злобой в сердце Но без фальши Наверняка Такая любовь Где ты не герда Моя не кайна Придет весна И мы с тобой Совсем растаем Не узнав Что было после той метели Которую Не захотели Открыть глаза Увы, ах, времени у нас больше не остается Нисколько, к сожалению Приходится только так вот На бегу, на скаку прощаться Хочу сообщить, что завтра Вживая группа Оберег Для всех любителей и поклонников Я думаю, это большой подарок Тем, кто не знает Очень рекомендую Спасибо, я говорю, Ники Вам спасибо огромное Спасибо, говорю всем ребятам За то, что вы были здесь Вы прекрасны И уж простите меня За еще одну каплю лести Вы офигенные Дай вам Бог здоровья Всем пока Пока Живые Живой звук Живое общение Живые Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok